Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы с вами рассмотрим одну из моих статей, которая называется «Разные взгляды на историю философии». Ну вот, соответственно, статья непосредственно. Можете ознакомиться с ней внимательно уже непосредственно в паблике. Давайте сейчас просто пройдемся по основным категориям. История философии явление неоднозначное, и потому оно вызывает многочисленные споры, как среди историков философии, так и среди философов. Ну, следует добавить, что не только среди философов и историков философии, так и среди обывателей, людей далеких от философии или просто читателей философских каких-то текстов, а это тоже вызывает определенные споры. А с каких же позиций можно рассматривать историю философии? Чем те или иные позиции обусловлены? Мы ответим на эти вопросы в данной статье. Начнем с выделения критериев. Критерии, мы видели буквально три критерия для вот этой вот статьи. Все-таки статья небольшая. Первый критерий это единство. Ну то есть единство или множество. Единая история философии или множественно. Это первый вопрос. Второй вопрос. Какая форма у истории философии? Ну то есть какой формы ее лучше всего описывать? Потому что есть, например, форма спирали. Нередко описывают историю философии с помощью апелляции к образу спирали. Откуда это взялось, откуда пошло, мы тоже с вами рассмотрим. А также есть критерии эволюции. Ну то есть эволюционирует история философии. То есть происходят ли в ней качественные преобразования, какие-то качественные изменения. Или все-таки история философии стоит на месте. Да, это тоже интересный вопрос. И какого рода вот это вот развитие, если оно происходит, оно развивается? История философии развивается, становится более мощной, более сильной. Или как бы вот эта вот сила, она не меняется практически с веками. Это мы все с вами сегодня рассмотрим, попытаемся ухватить. Тема, собственно, интересная и заслуживающая внимания. И главное, она иллюстративная. Один из первых споров по данному вопросу, который я встретил на своем пути, это спор о таком критерии, как единство истории философии. Так вот, вопрос. Едина ли история философии? Имеется как минимум два ответа. Первый ответ. История философии – это единый процесс. Да, такой патиции, например, придерживались Гегель, Маркс, вслед за Гегелем, видимо, и их последователи, а также многие другие идеалисты и ряд историков философии и мыслителей, для которых свойственны сверхобобщения. Ну, то есть, это мыслители обычно, которым свойственно сводить некое множество к единству. Ну, то есть, как раз люди, которым не чужда абстракция, люди, которые как раз апеллируют к такому универсалистическому подходу. Практически все направления, которые стремятся к некоторым обобщениям, к таким вот радикальным, они придерживаются вот такой позиции. Философия едина. Вот вам точка нарисована. Большая-большая точка. Все многочисленные учения – это на самом деле одно. Это нечто одно, нечто единое, некий единый процесс или некая единая сущность. То, что развивается по единым законам. Поэтому мы выделяем отдельно как философию. То есть, у нас есть отдельная наука, есть отдельная философия, есть отдельная религия. И каждая из вот этих вот областей развивается по каким-то своим законам. И вот это вот как-то вот так вот получается интересно все. А задача этой парадигмы – описать философию как некое единое целое. То есть, череду неразрывно связанных учений, сменяющих друг другу по тому или иному плану. План – это мы уже пойдем к следующей главе. Это нас отсылает к форме. Какова форма философии? Вот. Вот это вот и есть план в данном случае. По тому или иному плану. По плану лестницы, спирали или пирамиды, может быть. Или звезды. Не важно, в общем-то, но здесь какой-то план все-таки имеется единый. И самая главная философия – имеется одна. Одна и единая цель. Ну, или несколько целей, которые, в принципе, свойственны для философии. Цель и полагание уже свойственны различным учениям. И когда какой-нибудь мыслитель пытается, принадлежащий, конечно, какой-нибудь парадигме философской, рассуждать об истории философии, он обычно рассуждает с точки зрения своего учения. И с точки зрения своего учения обычно получается, что история философии едина. Ну, например, почему мы здесь вот выделили Гегеля, в особенности Гегель, почему Гегель стоит на первом месте? А потому, что он как раз и построил единую систему истории философии, ну, то есть он рассматривал историю философии через диалектическую логику, объединил все учения, которые были до него, и, в общем-то, сказал, что вот он – вершина вершины, к которому добирались все эти учения. После него философия невозможна, но все философские течения, которые были до него, они как бы в итоге сошлись. Сошлись в его философии с посредством тезисов, антитезисов, синтезов. Здесь даже фишка не в том, что он как бы высокомерный такой Гегель, а дело в том, что он описывал всю философию через единство, через единый диалектический процесс. Вот. Продолжим. В значительной степени данная концепция подтверждается историей европейской философии, конечно же, начиная с Сократа и заканчивая современностью. Что там у нас, начиная с Сократа и заканчивая современностью, происходило? Давайте вспомним. Мы уже историю философии с вами прошли приблизительно так, плюс-минус. Что началось с Сократа? Начали образовываться философские школы. Единые философские школы, среди которых выделились наиболее популярные, наиболее крупные, наиболее большие. Это школа полтонизма и это школа перепутатизма. Две такие очень мощные школы. Также были школы, более-менее соперничающие с ними. А вот тогда уже начинается такое сопротивление плюрализму внутри философии. Действительно, философия объединяется. И даже те самые школы, которые возникли после Сократа, так или иначе обращались к нему. То есть, был некий исток для всех философских построений после Сократа. И это действительно забавно, это интересно. Действительно наблюдается некое единство. Первые такие шаги к единству. Конечно же, единство в большей степени закрепляется уже начиная со средних веков, когда все альтернативные концепции, в общем-то, были уничтожены. Остались только концепции комплементарной христианской догматики. Ну вот, а то до средних веков действительно начинается такая единая философия. А потом философия нового времени. Напоминаю вам, что это тоже, в принципе, единый процесс. Да, там, в отличие от христианской философии, было фундаментальное противостояние. В христианской философии не было фундаментального противостояния двух концепций. Все еретические концепции во времена средневековой философии как бы стирались, убирались. Нет, все, все, их нет. Все противоречия как бы решались внутри христианской парадигмы и разрабатывались, в общем-то, этими мыслителями христианскими на базе христианских догм. Да, противоречия были, споры были, но они не были настолько фундаментальны, как в истории философии нового времени. Но в истории философии нового времени мы встречаемся как раз с таким парадоксом, что она работает по принципу тезис-антитезис-синтез. То есть у нас имеется какой-нибудь тезис, например, душа есть, появляется антитезис, души нет, и появляется затем какая-то группа синтезов, из которых выбирается, видимо, самый приемлемый. Вот приблизительно из этого, вероятно, из философии нового времени, который Гегель хорошо знал, он, видимо, и выделил свою диалектическую логику и, самое главное, феноменологию духа, которая описывает как раз становление духа, в том числе через мышление. Так вот, и как раз вот здесь и имеется, ну, в том числе, давайте еще вспомним, что в христианской философии имелось противостояние универсализма и номинализма. Это, с одной стороны, очень важное противостояние в рамках философии, но, с другой стороны, это не фундаментальное противостояние в рамках христианской догматики, потому что, ну, неважно, универсализм, номинализм, это в любом случае не противоречит христианству, и поэтому как бы плевать. А вот другое противостояние, более фундаментальное, это картезианство и эмпиризм, то есть рационализм против эмпиризма Бекона. Или материализм против идеализма. Вот такие вот пары выстраивались, взаимодействовали, и это свойственно именно для философии нового времени. И только через преобразование философии нового времени, через вот такие вот призмы философии нового времени мы можем рассматривать, например, Древнюю Грецию тоже в таких парах, мол, был у нас какой-то там, не знаю, материалист Фалес, потом за ним появились нематериалисты, или, например, был материалист Фалес, потом появился его ученик, который бы, да, Ноксимандр, который предложил противоположный какой-то тезис, они там сопротивлялись друг другу. Ну, то есть, вот здесь уже будет такая натяжка, потому что Ноксимандр, например, он не создал концепцию, которая была бы радикально противоположна концепции его учителя. Ну, то есть, вот так вот и получается. И на каждую такую вот концепцию Греции, если мы будем рассматривать по противоположествам, найдется несколько противоположных концепций, которые в некотором роде были одинаково сильны. Ну, так вот, мы разобрались с тем, что вот эта вот концепция единства, она имеет в том числе и сильный аргумент, сильный аргумент к европейской философии. Именно к европейской, начиная с христианства, с средневековья и заканчивая даже современностью. Вплоть до того, что некоторые мыслители, например, Томас Рид, могли строить свою концепцию исключительно на критике другого, одного мыслителя, буквально одного. Юма. Ну, то есть, интересная тоже закономерность. Вот история философии. Следующая концепция в рамках вот этого вот критерия, противоположная той, которую мы только что разобрали. Согласно этой концепции, история философии – это множество мнений. А такой подход нередко подразумевает довольно пренебрежительное отношение к философии, с одной стороны, а с другой стороны – к мнениям. Ну, то есть, ну, мнение – это же так, это немного весит, по сути, мнение. Ну, сказал кто-то и сказал, думал так и думал. Ерунда. Ну, философия – это какие-то там мнения, а вот моя религия или, например, моя наука – вот это уже нечто более существенное. Впрочем, иногда под такой позицией скрывается признание одного из очевиднейших фактов. Далеко не все учения и далеко не все культуры подаются описанию через концепцию единства. Например, помимо европейской философии существует также индийская, китайская, исламская. Если взаимодействие исламской и европейской философии вполне очевидно, в обе стороны взаимодействие имело место, то Китай и Индия стоят особняком в стороне на протяжении многих веков. При том, что примечательно, индийская философия повлияла на китайскую через буддизм, а китайская на индийскую практически никак. И это тоже не похоже на единый процесс. То есть, если мы рассматриваем одну историю европейской философии, да, единство действительно возможно. Если же мы рассматриваем историю философии в целом, то, конечно же, у нас возникают значительные вопросы к данной концепции. Именно поэтому сторонники идей единства нередко добавляются, что настоящая философия была только в Древней Греции, у восточных перипатетиков, которые жили как раз в исламской культуре, и в Европе. То есть, исключает Индию и Китай из списка философских культур, чем как бы вот аннулирует вот данный аргумент. То есть, вопрос уже здесь уже в определениях. Мы определили философию по-другому. Мы сказали, что философия это, например, только рационалистический дискурс. А рационалистического дискурса не было в китайской философии, так называемой, и не было в индийской философии. Ну, поэтому, до свидания. Индийская китайская философия, противоречия с единством ушли. Все, философия снова едина, с ней все хорошо. Да. Только вот начинается другая проблема, что рационалистическая философия даже в Европе была далеко не вся. Ну, например, если мы будем говорить о рационалистической философии, то, наверное, досократиков не стоит считать рационалистами, по крайней мере по той причине. Что в их время еще не было никакой логики. А также следует заметить, что мыслители, существовавшие во времена Аристотеля, ну или во времена Сократа, Платона, Аристотеля, например, Софисты или, например, Кюринайки, они были противниками логики. То есть они были антирационалистами в некотором роде. То есть, получается, их тоже нельзя было бы считать в таком случае философами. Также эксоциалистов, иррационалистов, феноменологов, некоторых феноменологов и многих других европейских философов следовало бы не считать философами вместе с интузами и китайцами и прочими-прочими-прочими представителями каких-то таких уникальных, интересных точек зрения. Ну, допустим, все они не философы, а философы это только Платон, Аристотель, Сократ и все, что шло за ними, вот как вот в рамках единой тенденции. Допустим. Ну и досократиков любят все-таки причислять вот эти вот люди к некому единству, потому что в досократиках как раз зарождается концепция Сократа, Платона и Аристотеля. Так вот, проблема с досократиками заключается в том, что к ним причисляются настолько разнородные мыслители, при этом информации они, кстати, очень мало, что установить какие-то точки пересечения среди вот этих вот мыслителей, ну, вообще крайне сложно. Огонь, вода, земля, воздух. Ну, допустим, похоже, потому что что-то вроде материализма, некая натурофилософия. Ну, давайте не будем забывать о пифагорейцах, элеатах и софистах. Все вот эти вот группы людей предложили очень разные концепции. Причем существовали они не с таким уж большим разрывом в веках вот друг от друга. Это тоже очень интересно. Все это досократики, они очень разные. Они настолько разные, что свести их в некое единство, ну, становится довольно сложно. Притом их противостояние, противостояние, например, натурофилософа Гераклита с пифагорейцами, оно не ярко выраженное. Нет никаких оснований считать, что пифагорейцы появились через отрицание позиций Гераклита. Или наоборот, Гераклит появился через отрицание концепции пифагорейцев. Мы не можем этого утверждать, потому что у нас нет никаких оснований. Просто Гераклит однажды сказал, что Пифагор дурак. Не важно, что Пифагор много знает, да, многознайство уму не научает. Иначе бы оно научило уму Пифагора и многих-многих других, кого он там перечислил. Но Пифагору мы здесь выделим. Так вот, вот этот вот спор, это как бы, понимаете, у Гераклита была своя концепция, у Пифагора была своя концепция. Ну, им как бы пришлось столкнуться в данном случае, потому что у них противоположные концепции. И они не порождались друг из друга. То же самое можно сказать про всех остальных. Ну, кроме, разве что, наверное, софистов, которые впервые сделали некоторую попытку создать метафилософию. Ну, вот, интересно, интересно. Причем, первая в истории человечества метафилософия в виде софистов, это тоже интересное явление. И оно не то, чтобы основывается на совсем уж отрицании философии. Это совершенно другая философия, совершенно другой подход. Так вот, даже натурофилософские учения, которые со стороны могли бы показаться родственными, на деле разительно отличаются. И главное, не всегда строятся по принципу тезиса, антитезиса, синтеза. Да как мы вообще построим вот эту систему по тезису, антитезису, синтезу, если у нас есть огонь, вода, земля и воздух? Огонь, вода, земля и воздух, их четыре. Что из них тезис? Что из них антитезис? Что из них синтез? У нас есть четыре концепции, и все это тезисы, по сути. Антитезиса нет, но в итоге происходит синтез в учении эпидокла, и мы такие... Хмм, Гегеля, ты честно нас не обманываешься единством? Ну то есть, понимаете, противоречия имеются, и в истории философии они накапливаются. Если во времена Гегеля позиция единства была, ну, вполне так себе существенной, рабочей, то сейчас для доказательства концепции единства нужно затратить намного больше ресурсов. Например, объяснить разницу между индийской и китайской философией, являются ли они частью истории философии и философии вообще. И что там было с досократиками? Досократики-то тоже, ну, как бы отстоят вот так особняков в стороне. А также за всю историю западной философии ее характер несколько раз менялся. Как объяснить вообще вот этот факт? Почему у нас имеется, так скажем, несколько философских подходов? У нас, с одной стороны, имеется досократическая философия. Переход от досократической философии в постсократическую знаменуется просто вот сменой парадигмы мышления в рамках философии. Я бы даже не сказал, что у досократиков была какая-то единая схема, но просто после досократиков начинается такой сократовский дискурс, околосократовский дискурс, и это действительно очень-очень очевидно. И школы появляются многочисленные, определенный тип философства, неопределенный тип споров как раз зарождается вот в это время. А потом у нас имеется такой значительный перепад философии при переходе из античности в средние века. Ну, понятно, христиане взяли и раздолбали все школы, которые только были, уничтожили библиотеки, Александрийскую библиотеку. Ну, печально, текстов не осталось, даже тексты Платона и Аристотеля не в ходу были первые века, в общем-то, пока средние века там развивались. Потом тексты Платона и Аристотеля снова пришли в Европу средневековую, и снова их начали читать, и Платон и Аристотель начали пользоваться уважением, потому что их тексты очень схожи с христианской концепцией, потому что христианская концепция во многом возникла, вероятно, из учений Платона и Аристотеля. Ну, ладно, ну, ладно, вот как бы вот такая вот история философии, но перепад очень резкий. Потом небольшой такой перепад, такой тоже значительный, происходит во времена перехода из средневековой философии в философию нового времени. То есть акценты смещаются и очень сильно смещаются. То есть если средневековье рассуждает в основном о метафизике, преимущественно, это главная тема средневековой философии, метафизика, то философия нового времени прежде всего рассуждает о теории познания. Метафизика там тоже есть, всего там в достатке, но теория познания становится главнейшей темой рассуждения большинства передовых философов. Также у нас наблюдается значительное изменение при переходе вот этой вот философии нового времени, всех последующих традиций, при переходе ее в 20 век. В 20 век доминирует такая частная философия, философия частных авторов. Конкретные мыслители, которые пишут чуть ли не эссе, по сути эссе во многом, они пишут эссе на какие-то конкретные темы, иногда посвященные искусству, иногда даже посвященные конкретному какому-то искусству или даже конкретным произведениям искусства. Философия 20 века занимается частными вопросами, например, тот же мыслитель Фу-Хо, это не создатель какой-то колоссальной невероятной системы, вроде Гегеля, как у Гегеля это было, системы Гегеля, системная философия просто вот все, уходит, до свидания, системная философия, Платон-Аристотель пока, Гегель пока, в общем, Кортезий тоже до свидания, вот у нас осталась не системная философия, а философия авторская. Так вот, мой ответ склоняется как раз ко второму варианту, вот этому, что история философии это все-таки множество мнений, но в данном случае я уточняю, это множество мнений и тенденций, которые в некоторых случаях взаимодействуют друг с другом, а в некоторых нет. Мне кажется, что такая формулировка больше, более адекватная, чем вот все, что мы просмотрели до этого. Философия единства нам не подходит, потому что у нас есть множество контрпримеров, философия мнений, ну просто так, мнение, мнение это такое вот слово, отрицательное обычно, отрицательное значение имеет, но мы в данном случае вкладываем, что это множество мнений, причем мнений в положительном значении, мнение это то, что тесно переплетено с человеком и его жизнью, имеет всевозможные привязки к образам, восприятиям, воспоминаниям, эмоциональные привязки в том числе это имеет. То есть мнение это нечто антологическое, нечто очень важное для человеческого бытия, но по сути это и есть тема моих исследований за весь этот длительный период, который я занимаюсь философией, и вот в данном случае я воспринимаю мнение как нечто крайне существенное. Так вот, мне кажется, что реальность устроена сложнее, чем просто массив мнений, чем просто единство. Все намного сложнее, определенно имеются тенденции, отрицать тенденции невозможно. Платон, Аристотель, Сократ, христианская философия, есть определенное единство, Картезий тоже захватывает кое-что из этого единства, то есть многие мыслители, они, в общем-то, комплементарны с этим единством, они в рамках этого единства и существуют, но есть кое-что, что выбивается. И есть много таких подъединств, и есть много единств, которые вообще никак не связаны с вот этими вот единствами, ну то есть такая интересная философия, вот звездочка вам нарисована, это вроде бы единство есть, но на самом деле оно такое вот зубчатое, оно так разрастается в разные стороны. В общем-то, для описания некого единства философии необходимо рассматривать ее очень и очень глубоко, до самого истока, где она пребывает в виде чистого продуктивного мышления. Вот в таком смысле я согласен рассматривать философию как нечто единое. В общем, есть у нас продуктивное мышление, а все, что из него появляется, это философия. И это едино. Но продуктивное мышление включает в себя религиозное сознание, включает в себя науку, включает в себя любую культуру, включает в себя любое творчество. Поэтому с таким определением философии, ну, мы как бы должны, вынуждены будем признать, что наука это философия, культура это философия, и в том числе искусство это тоже философия. Так вот, что же объединяет все учения? Давайте добьем, добьем, в общем, концепцию единства до конца, чтобы убедиться, что вот эта вот формулировка, которую я вам предложил, она пока что, наверное, является одной из наиболее адекватных. Так вот, что же объединяет все учения? Антология? Так нет. Все учения занимаются, не все учения занимаются антологией в принципе, то есть не в каждом философском учении имеется антологическая составляющая. И не у всех единые взгляды на эту антологию. С этикой то же самое. С эстетикой то же самое, с гнасиологией то же самое, с антропологией, психологией, логикой то же самое, и здравый смысл тоже не является единой посылкой для всех философов. А ничто, кроме самой способности мыслить, не объединяет все философские школы. Все. То есть, одна школа может уклониться сугубо в этику. Например, конфуцианство какое-нибудь. Конфуцианство очень любит этику, ну и политику. Этика, политика – основные темы раннего конфуцианства, и это вполне так неплохо уживается. Там есть немножко учения про духов, конечно, про ритуалы, но в основном этика и политика. Антропология. Не всех школы интересуются человеком как таковым. Ну, например, нас интересует какая-то натурфилософская составляющая этого мира. Мы хотим узнать, из чего состоит мир. Нужно ли нам узнавать, что такое человек? Не все школы отвечают на этот вопрос утвердительно. И так далее, и так далее. Не все школы поддерживают логику, и эстетика не у всех одинаковая. Это все, в общем-то, обычное дело для философии. Теперь перейдем к критерию форма. У нас я выделил несколько форм, по которым историки философии и мыслители обычно описывают саму историю философии. Например, это лестница, спираль, пирамида, звезда и так далее. Причем со звездой, признаюсь, это моя затея. Так что, ну вот так тоже получилось. Лестница. А под лестницей я понимаю такие описания истории философии, при которых прошлые ступени являются базисом для следующих и постепенно уступают будущим. Причем все будущие ступени включают в себя предыдущие. Получается такая лестница философии, по которой, в общем-то, шагают философы постепенно вверх. Это лестница развития определенно. Она постепенно идет вверх. Она развивается, идет некое возвышение предыдущей концепции примитивнее и последующих. Последующей концепции все лучше, лучше, лучше и лучше. Раскрываются лучше и лучше философские какие-то посылки. И мы не можем, например, вернуться на первую ступень и снова начать, например, мыслить о вот этих вот стихиях натурфилософских. Об огне, воздухе, воде, земле. Это вот самое начало, когда ступени начинались. А потом у нас Платон, потом еще выше Аристотель, там наука появилась. И все так постепенно накапливается по лестнице, по ступеньке, по шажку. Да, вот такая вот концепция лестницы. Впрочем, мы можем отметить, да. Да, на самом деле это не совсем так, потому что качества учений не растут прям вот так вот, прям вверх, постоянно вверх. Они варьируются. Такие описания, они свойственны всяким прогрессивистским, кстати, системам, которые видят себя наверху. Наверху там наука, какая-нибудь позитивизм, какие-нибудь прогрессивистские учения, которые вот мы на вершине стоим. А все, что было до нас, это вот так вот по ступенькам ниже, ниже, ниже. Да, мы строимся, мы строим свои учения на базе тех, что были. Но мы постепенно возросли вот до таких размеров. Исключением в данном случае является такая прогрессивистская концепция, как диалектический материализм, например, ну или просто диалектика. Потому что такие вот учения дяготеют к спиралям. К спирали мы тоже попробуем описать. Так вот, в данном случае подразумевается, что философия это единый развивающийся процесс. Впрочем, единый процесс, как мы уже разобрались, выделить довольно трудно в истории философии. Для доказательства концепции лестницы нужно предоставить очень увесистые какие-то аргументы. Концепция лестницы чаще всего, ну, на этой концепции чаще всего строится, да, я уже это объяснил. Так вот, впрочем, впрочем, мы также можем отметить, что количественно учений чаще всего все-таки растут. То есть, учений становится больше, аргументов к ним становится больше, концепций внутри каждого учения становится все больше. Это как бы понятно. Но другой вопрос это о насыщенности, о качестве этих учений. То есть, захватывается ли такой вот обширный круг вопросов. Или, например, учение все-таки ударяется в ту или иную частность. Ну, просто вот, например, мы берем учения Платона и учения Аристотеля. Есть ли в истории философии какие-нибудь учения целостные, которые захватывали бы при этом большее количество областей, чем учения Платона и учения Аристотеля? Вопрос довольно-таки трудный, потому что, на самом деле, мне в голову мало что приходит. Ну, может быть, гигельянство, может быть, марксизм, может быть, не знаю, еще какие-нибудь учения, но в основном нет. В основном большинство учений и нового времени, и современности, и даже средневековья, они менее обширные, менее разнообразные, чем системы Платона и Аристотеля. Поэтому вот это вот поступательное движение вверх, с точки зрения количества, конечно, да, конечно, количественно движется вверх. Качественно, скорее, нет. Дальше. Спираль. Это форма описания истории философии, которая в сущности своей похожа на лестницу своим прогрессивным движением. Но в рамках этого движения всевозможные витки развития повторяются. То есть, у нас было что-то вот в прошлом, вот какое-то что-то там случилось до этого, а потом на каком-то следующем витке вот что-то подобное, что-то тоже вот такое вот видное повторилось. И так вот повторяться будет некоторое количество раз, пока спиралька наша, в общем-то, не вырастет. Спиральное описание истории философии свойственно сторонникам той же диалектики, гигельянцам и марксистам, например, да. Проблема данного описания заключается в том, что мы вынуждены трактовать объяснение под данную схему, указывая на некоторые повторения. Ну, например, на мой взгляд, в истории философии такие повторения не очевидны. Все указания на подобные повторения в истории философии, они делаются с целью привести систему к спиральке. Да, мне не кажется, что вот прямо вот эти спирали, о которых говорят гигельянцы, о которых говорят марксисты, они прямо вот так вот очевидны. Мы прямо смотрим на историю философии? Да, да, безусловно, конечно же. Конечно, вот наторфилософия у нас была когда-то давным-давно, наторфилософия древних греков, а потом, с эпохи Возрождения наторфилософия снова разрослась, появились учения того же Парацельса, и также спираль повторилась, но на новом уровне она стала сложнее, она стала более насыщена, развитие продолжилось. Ну, нет, все-таки нет. Это, конечно же, часть учения Парацельса, это часть наторфилософского дискурса, безусловно, но что это повторение спирали, это, ну, наверное, нет все-таки. И также можно со многочисленными учениями тоже привести такие примеры. Следующая система – это пирамида. Когда речь идет о пирамиде, то мы справедливо представляем себе иерархическую систему, где в основании находятся некоторые базовые учения. Например, платонизм, а выше некоторые надстройки. Например, христианская философия, философия нового времени, научная философия. Заметим, что в рамках вот этой вот пирамидки, все, что мы перечислили, и платонизм, и христианская философия, и философия нового времени, и научная философия, они все тесно связаны. То есть мы не можем убрать христианскую философию и сказать, вот наша научная философия без христианской. Нет, научная философия, она в том числе базировалась на христианской и на философии нового времени, мы не можем все это убрать, чтобы получить вот верхний вот этот треугольничек. Нет, не можем, к сожалению, в рамках данной описательной системы, ну и она в некотором роде, конечно же, справедлива. При том, всякое высшее звено как бы включает в себя все предыдущие или хотя бы самое лучшее из того, что было. Я думаю, что включает далеко, конечно же, не самое лучшее, как минимум лучшее это надо доказывать, и убедительных аргументов к этому я не видел, но такие иерархические системы, они все-таки имеются, причем имеются в рамках определенных тенденций. А вот и моя система, это звезда. Ну, мы звезду уже полностью вот эту вот проходили в отдельные лекции последние. Так вот, что же со звездой? То есть у нас есть много различных тенденций, причем не обязательно периментального вида, они здесь такие вот пирамидки, буквально по той причине, что я взял в качестве критерия широты количество вот этих вот учений, которые радикально отличаются друг от друга. Радикальное отличие постепенно в истории философии уменьшается, если не наблюдается никаких взаимодействий между вот этими разными треугольничками, которые вы можете увидеть, треугольнички, уголки у звезды. Например, когда Индия начинает взаимодействовать с европейской западной философией, она начинает расширяться в виде учения Шопенгауэра, Ницше и каких-то там других интересных концепций, которые действительно делают историю западной философии намного более обширной. Вот в тот самый период, что получается не одна такая тенденция пирамидообразная, а какая-то елочка. То есть у нас там в XIX веке должно быть, чтобы вот эта вот стрелочка не просто пирамида, а елочка появляется. В XIX веке большое расширение идет учения. В XIX и XX веке очень большое расширение учений. Потом опять сужение продолжается. Но также может оказаться так, что философия в принципе бесформена. То есть мы не можем определить никакую из этих форм, не можем передать философии ни одной из этих форм. История философии может вообще не описывать ничего из вышеперечисленного, и это вполне нормально. Это на самом деле даже, наверное, самый вероятный из вариантов. Да, все эти тенденции могут оказаться лишь иллюзией. Вот это вот может оказаться лишь иллюзией, вот это лишь иллюзией. Особенно вот это может оказаться лишь иллюзией. Лестница тоже иллюзия. Вполне вероятно, что философия бесформена. А может быть и нет. Неизвестно. Поэтому мы продолжаем спорить, поэтому мы продолжаем рассуждать, поэтому мы продолжаем систематизировать философские учения, пытаемся рассматривать вот эти вот все концепции, единства, множества и формы, пытаемся рассматривать изображения. Но также нам на этом пути должен помочь такой критерий, как эволюция. Да. Одни исследователи считают, что философия поступательно развивается и становится на каждой ступени лучше. Как вы видите, эволюция связана с некоторыми изображениями и в том числе она связана с единственным множеством, потому что есть некая единая философия, и эта единая философия развивается. Другие же мыслители полагают, что никакого прогрессивного развития философии нет и быть не может. Рассмотрим эти позиции. Допустим, философия развивается. Очевидно, что со временем в истории философии накапливается все больше учений. В среднем эти учения становятся все сложнее. Также растут требования для учений. В наши дни уже мало сказать «все есть вода». Философия пытается разработать новые темы, найти новый предмет исследований. В целом она не стоит на месте. Именно поэтому многие могут предположить, что история философии движется по пути неизменного развития. Но есть некоторые аргументы, которые нам позволяют заключить, что это развитие в некотором роде сомнительно. Да. Философия не развивается. Есть и такая позиция. Давайте обозначим некоторые параметры развития. Ну, во-первых, это приближение к истине. Во-вторых, практичность. Рост сомнений. Улучшение качества критики, допустим. Сложность учений. Будем рассматривать развитие в рамках этих критериев. Но в абсолютных значениях всей истории философии в целом, а не в рамках какого-то отдельного учения. Вопрос. К вам. Выросла ли истина? Вот у нас прошел большой процесс истории философии становления. А росла ли истина постепенно? Ну, вот было ли такое, что у нас вот в Древней Греции там было мало истины, в христианской философии побольше, в философии нового времени еще больше, там в научной философии вот достигли истины. Нет, на самом деле неизвестно. Неизвестно, достигаем ли мы истины посредством тех методов, которые используем или не достигаем. Но на то, собственно, она и истина. Все может оказаться иллюзией внезапно, все может быть не тем, чем кажется, и все плохо. Относительно практичности философии ответ совершенно отрицательный. Если в эпоху эллинизма практика жизни была основной темой для большинства учений философских, то современная философия, впрочем, как и философия нового времени, в большей степени сосредоточена на теории без практики. То есть, да, средневековье, новое время и так далее, и так далее, и так далее, это философия, которая происходит внутри кабинетов. Это кабинетная философия, это философия теории. То есть, у нас действительно имеется очень практичная греческая философия, где вот просто мыслители придумывали свои этические системы и воплощали их на практике. А с другой стороны, у нас есть наша современная европейская философия, которая на самом деле, ну вот вообще с практикой соотносится, ну так себе. Мы можем, конечно, сказать, что практичность философа все-таки росла, потому что у нас есть наука. Наука как бы появилась из философских направлений определенных, использовала определенные философские методы. И это, конечно же, может нам подсказать, что практичность со временем растет, правда, к философии. Но не везде. Ну не везде. То есть, у нас получается вот такое противостояние двух аргументов. С одной стороны, упадок непосредственно в том, что мы реально называем философию, а с другой стороны, рост практичности в рамках науки. Также я, например, отмечаю и упадок сомнения. Было описано в качестве критерия вот этого вот развития, что должно расти сомнение, а сомнение на самом деле падает. У нас в античности была философская школа абсолютного скептицизма. Но такой уже больше нет. Такого сомнения больше нет и сомнений не растет с тех пор. Сомнение в основном понижается. Наоборот, вот эти вот научные скептики, вот эти вот все, они к скептицизму абсолютно не имеют никакого отношения. Их скептицизм, он довольно-таки направлен, он цель, ну и цель. Цель, в общем-то, сказать, что наука лучше всех. В науке мы не сомневаемся, в эмпирических методах мы не сомневаемся, но при этом мы как бы придерживаемся скептического отношения ко всему, что не является научным. Ну вот какой-то очень такой странный скептицизм, честно говоря, и уровень сомнений определенно с веками упал. А что у нас, ну то есть не произошло развитие, наоборот, произошла явная деградация. А, критика. Уровень критики. Критики всегда, на мой взгляд, было очень много. У Платона была хорошая критика, у Аристотеля была хорошая критика, у современных авторов много хорошей критики. То есть уровень критики не повысился, не понизился. То есть по этому критерию я не думаю, что произошли какие-то очень радикальные изменения. И теперь сложность. Сложность. Давайте сравним любые современные учения с учениями Платона, Аристотеля и Плотина. Все, как бы, до свидания, ребята. Развитие в уровне сложности не произошло. Сравниться может разве что учение Гегеля, учение Маркса и некоторых других мыслителей. Но их настолько мало, что... Ну, простите. Просто вот... Да, этот критерий сложности, он тоже не очевиден. Скорее произошла тоже деградация, но не такая сильная. Все-таки учение Гегеля у нас имеется. И типичные представители философии возрождения и просвещения, например, они вообще просто вот тупо проигрывают Платону и Аристотелю по сложности. Это тоже очевидно. Вы можете прочитать Платона и Аристотеля, немножко так ошарашить себя. Почитать, не знаю, это, это, там, что-нибудь еще интересное прочитать у Платона. Какие-то его натурфилософские произведения. Прочитать метафизику и физику Аристотеля, логику Аристотеля и так. Хм. Да, интересно. А потом прочитать какого-нибудь Жан-Жака Руссо, который там, ну, мы все свободны, мы граждане. Ну, граждане, у нас есть определенные мистерства и права. Как-то замечательно. Вот такая риторика веселая, забавная и очень простая. И, конечно же, мы признаем, что философия возрождения и философия просвещения значительно проще, чем философии Платона и Аристотеля. Вот. Уровень сложности катастрофически разный. Причем я не скажу, что вот это вот наблюдается определенный спад. Просто в разные эпохи, например, в эпоху немецкого идеализма. Вот у Гегеля действительно появляются учения, которые, может быть, даже превосходят по сложности учения Платона и Аристотеля. Да, да, конечно. Ну, но Гегель это, простите меня, исключение. Исключение исправил. И, скорее, да, происходит довольно-таки сложный процесс, в котором сложность учений варьируется. Варьируется и она не постоянной. Ну, то есть, тоже мы не наблюдаем вот этого процесса постоянного развития, изменения к лучшему. Но, я бы сказал так, постепенно развиваются отдельные учения. Я считаю, что эволюция свойственна лишь отдельно взятым учениям, а не философии в целом. Ну, то есть, здесь тоже есть один минус. Потому что некоторые учения подвергаются инволюции. То есть, они деградируют. Бывает, они деградируют. Например, у нас есть начальные идеи Маркса, а потом Марксизм внезапно вырождается и появляются ложные посылки. Он переходит в ленинизм и потом начинается просто катастрофа. То есть, у Маркса было четкое, понятное, очевидное учение по поводу того, как создать идеальный и социалистический мир. Например, Ленин предлагает нам совершенно другую концепцию. Именно создание, другие формы нам предлагает создание, другие способы создания. На другой совершенно базе, на базе бывшего монархического государства. Перескакивая, в общем-то, стадию капитализма, в рамках которой нужно было набрать огромное количество ресурсов, чтобы сделать коммунизм. У Маркса в этом смысле все последовательно, а у Ленина получается какая-то чушь и в итоге Советский Союз разваливается. Ну, понятно. Мы понимаем, что, в общем-то, существовали разные учения. Эти отдельные учения постепенно развиваются. Иногда, конечно, не только развиваются, но в целом все равно количественно рост идет. Идет рост количественно, иногда качественно. Все постепенно усложняется в рамках учений. Иногда учения, правда, исчезают. Тоже такое бывает, к сожалению. Так. Ну и, в общем, выводы. Несмотря на то, что в некоторых главах я отдал предпочтение тем или иным ответам на предложенные вопросы, я не считаю, что решил их. Все еще возможно подвести философию к единству. Лестницы, спирали, эволюции. И работать с такими концептами. Описывая при этом движение истории. Осмысление истории философии, на мой взгляд, дело интересное и важное для тех, кто интересуется мышлением человечества. Пытаясь структурировать историю идей, мы структурируем саму способность создавать идеи. Это необходимо не только для понимания философии, но и для защиты и осмысления собственных идей. Поиск ответа на метафилософские вопросы. А вот этот вопрос действительно метафилософский. То есть он надофилософский. Он рассматривает философию как предмет своего исследования. Это дело определенно интересное и крайне развивающее. Оно очень важно и самой философии, и для каждого отдельного учения, и для каждого отдельного человека, который мыслит и занимается философией. Надеюсь, моя статья и мое вот это вот видео поможет вам войти в эту сферу. Обратить на нее внимание, а также начать осмыслять ее и открыто предлагать свои варианты, и обсуждать ее с другими заинтересованными людьми. Восьмикратно прощаюсь с вами и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок